Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем вас знакомить с последними событиями на криптовалютном рынке. Сегодня мы посмотрим на последние тенденции. Переключимся с нашего большого экрана на более мелкие, криптовалютные. И посмотрим последние тенденции, которые сложились на этом рынке. Как мы и говорили, тенденция на рост биткоина, а также других криптовалют остается. Позитивные фокус-факторы посмотрим на текущий момент. Что мы видим за сегодняшний день? Рынок вышел из диапазона, который был достаточно узкий и дошел до нашей цели. 5600. Об этой цели мы с вами разговаривали несколько дней назад. И мы видим, что рынок достиг на 5% вырос практически за день. Это очень хорошая динамика, даже сказать необычная динамика для биткоина. Если мы посмотрим за последнее время на месячные тенденции, то видите, мы достигли цели и сейчас выходим из диапазона. Почему это происходит именно сейчас? И вы помните рекомендацию, стратегии покупать около 5000. И вот на текущий момент около 11% вот эта уже рекомендация отработала. Теперь посмотрим на фокус-факторы и стратегии, которую мы придерживаемся. Давайте вот на текущий момент посмотрим. Вот последняя цена. Обновление на 17 часов GMT. Это 8 часов по Москве. И что способствует дальнейшему росту. Вы видите, что последняя стратегия была изменена 26 марта, когда был курс 3900. Сейчас 5500. И мы продолжаем вот так позитивно идти. Фокус-факторы, которые помогают нам. 14 видите на текущий момент баллов. Это также видно вот на этой достаточно такой большой простыне фокус-факторов. Тут суммируются все факторы. Ну а в наших брифах в личном кабинете на сайте High System вы можете видеть вот такую картину. Первое, что мы отмечаем, это развитие технологии блокчейн. Продолжается. Мы видим, что сейчас рынок все больше и больше учитывает позитивные тенденции по технологии блокчейн. Поэтому на текущий момент это самый важный фактор, который оценен практически максимально. Здесь 10 баллов по 10-бальной шкале. И мы видим, что многие организации, такие как JP Morgan, а также и многие организации, которые используют блокчейн в здравоохранении, также придерживаются вот этого продукта как позитивного. Поэтому вот этот оптимизм и есть. Мы по ступенькам продолжаем идти вверх. И если посмотреть, то сейчас темп роста биткоина еще больше увеличился. И на текущий момент, вот с низов, когда была первая рекомендация придерживаться стратегии на покупку, сейчас мы уже 70%, что соответствует 320 годовым. То есть очень хорошая, очень хорошая позитивная стратегия, которая приносит не просто какие-то слова, но реальные деньги. Второй фокус-фактор это развитие технологии в уже биржевом характере. Мы видим, что все больше и больше компаний сейчас используют блокчейн в своей деятельности. Но также и биржа развивается. Это также позитивные критерии криптобанки, возможно, также в будущем времени будут появляться. Вот этот весь позитив, если сложить и посмотреть на годовой график, то мы видим вот эту цель 5670 уже практически достигнуто. И тут надо будет уже приостановочка. То есть можно будет зафиксироваться. Но мы не видим, что пока новостной фон падает. Поэтому внимательно будем следить. За последние сутки 14 баллов как было, так и осталось по нашей шкале. Что ухудшилось? Давайте посмотрим, что ухудшилось. Мы видим, что самый наибольший негативный фактор это криптовалютные всякие расследования, которые связаны с нелегальными вещами. И это то, что давит рынок на низ. Но на текущий момент это один из небольших факторов. Если мы посмотрим, вот видите, он единственный, который возрастает в последнее время. Но не сравнится с позитивными факторами, поэтому перевесить не может. Новый фактор, который появился совсем недавно. Это очень даже интересный фактор. Вот он тут отмечен. Интересно, что один из крупнейших инвестиционных домов в Софтбанк, если так можно сказать, то мы видим, что один из его участников, Масой Юши Сан, то есть сын Масой Юши, потерял 130 миллионов биткоинов. Поэтому, если вы открылись где-то совсем далеко, может на 7 тысячах или 8 тысячах, то, конечно, вы текущее может быть в минусе. Но не переживайте, не вы одни. Мы видим, вот даже такие крупные имена тоже теряют деньги. И вот Софтбанк, видите, один из создателей Софтбанка, также потерял 130 миллионов, когда он вложил эти деньги в начале 2018 года. Вот такую информацию мы получили от Wall Street Journal. 130 миллионов – это, конечно, не все деньги. Его состояние оценивается на текущий момент по меньшей мере в 18 миллиардов. Поэтому мы также рекомендуем не вкладывать в криптовалюту какую-то большую долю, а только маленькую часть. Поэтому 130 миллионов от потерь при состоянии 18 миллиардов – это не такие уже, можно сказать, и громадные деньги. Но все-таки все люди, и нету каких-то супергениальных людей, которые всегда только могут зарабатывать. Тот-то теряет, тот-то зарабатывает. Но, в общем-то, видим, что это все происходит в естественном режиме. Третий по рейтингу – он в Японии и в мире 55. Тоже люди теряют деньги. Вот это такой месседж. Но вернемся к нашим фокус-факторам. Мы видим, что коренным образом ничего не поменялось. На текущий момент остаемся в длинных позициях. И будем смотреть за развитием ситуации дальше. Хорошего дня, удачных инвестиций!